ВИКИД КОМИКС Сэд Гэмбл Лэйси Леннон Квинтон Джеймс Тайлер Найт Обри Кейт Алекс Ледженд Тимс Бартолит Вир, серьезно? Сейчас 4 часа ночи. Ну, я не могла заснуть, поэтому хотела пригласить тебя на спарринг. Кстати, я Берс, тупица. Вирс – это имя имперского генерала, штурмовавшего Хофф в империи, наносит ответный удар. Ладно, всё равно. Чёртовы уловки. Что ты мне сказал? Ничего, постираю и приду. Снова снились странные сны. Научись подавлять свои эмоции. Что ты, блин, вообще имеешь в виду? Воин, что подавляет эмоции, очень опасен. Я Берс, чёрт возьми. Если хочешь того, у кого нет эмоций, лучше бы взял Бри Ларсон. Чёрт. Скользко? Да. Я тебя ударила, потому что ты не можешь изобразить американский акцент. Ладно, а как тебе такой акцент? Эй, бро, как насчёт вялого. Испорчу вам денёк. И помни, ты в любой момент можешь потерять свои способности. Они же из импланты, что я вставил тебе в шею. И да, он правда очень похож на имплант Эд Энджелс и Шилдс, скрещенный с шок-контроллером от Тор Ракнаров. Не будем углубляться. Да, не надо. О, Берс. Ну, расскажи о снах. Что ты видишь? Это сложно. Не знаю, это... Что-то вроде порно, если честно. Грязные мысли. Ты знаешь, как выглядит высший разум? Никто не знает, как выглядит высший разум в истинной форме. Ты же знаешь. Наше подсознание говорит, каким он будет. Он может быть тем, кем ты восхищаешься. Или желаешь. Что объясняет сексуальную природу видений? Скажи мне. Ты видишь меня во сне? Вообще-то нет. Смотри. Попалась. Думай. Нет. Ты думай. Это было потрясающе. Я буду называть тебя... мисс Марвел. Лучше не надо. Знаешь что? Верно. Это совершенно неуважительно. Как насчёт... капитан Марвел? А это неплохо звучит. Да. Ты готова к завтрашней миссии? А что, не видно? Выглядишь готовой. Но ты будешь одна. И нельзя, чтобы Скрулз захватил тебя и проник в воспоминания. Как в вечном сиянии чистого разума. Впрочем, Джим Кэрри там сыграл замечательно. Верно. И мне кажется, Элис Крулз похож на маску. Дымком. Ладно, что бы там ни было, не попадись. А попадёшься, ничего не говори. Потому что в твоём мозгу много грязных секретов. Мне ли не знать? Я их вложил. Поняла. Без эмоций. Умница. Думаю, ты хотел сказать... Да, капитан. Да, капитан. Вот умница. Ну, пойду разберусь со Скруллом. Конец связи. Я попадусь? Если бы они могли поймать. У неё нет эмоций. Да, но удивительно большая грудь. Спасибо за поездку. Теперь я убираюсь отсюда. Не двинуться. Аварийная спасательная капсула. Класс. Очень удобно. Не удалось. Верс командованию. Как поняли? Верс? Слава богу. Ты где? Не представляю. Меня схватили? Я сбежала, украв одну из их капсул. Просто не могу найти чёртовую инструкцию. Ты умеешь ими управлять? Нет. Прости, капитан. Ты уверен? Или ты просто мстишь, потому что злишься? Ты же не стал Марвелом? Это просто ерунда. Ты знаешь, что я стану Марвелом в сиквеле? Да. Нет. Но они заманили тебя в спортзал, размахивая вкусняшкой перед носом. Вот и всё. Ты ошибаешься. И, кстати, ты скоро упадёшь на планету Си-53. Да. Викет-гель Здесь всего 20 калорий. Меньше, если не глотать. Удовольствие открыто. Стоять, зараза. Ты понимаешь меня? Мой универсальный переводчик работает? Да, я понимаю. Посмотрим, понимаешь ли ты. Подними свои руки. Прямо вверх. Командование, меня слышно? Дай угадаю. Да, да, неважно. Слушай, я на этой планете. И тут стоит парень, похожий на Сэймуэля Джексона в криминальном чтиве. Он тычет в меня каким-то древним с виду бластером. Забери меня! Прости, Верс. Ты покинула квадрант космических фильмов и оказалась в квадранте перестрелок. Мне понадобится как минимум целый акт, чтобы добраться. Попробуй выжить, пока мы не разберемся с жанром. Ладно? И пока что можешь отправиться в Луизиану. Может, найдешь Марию Рэмбо. Что? Я сказал, стой, зараза! Прости, повторишь? Что за леди Рэмбо и... Там Сталлона будет? Эту девушку ты видела во сне. Вы с ней были лучшими друзьями. И, может быть, немного больше, если хочешь знать. Где ее найти? Скруллы искали координаты ее дома в твоей памяти. Видимо, ты знаешь, куда идти. Ладно. Я просто проведу быстрый поиск и заставлю... нового... приятеля отвезти меня. Нашла. Эй, дружок, как тебя зовут? Фьюри. Николас Джозеф Фьюри. Ладно, Фьюриус. Ты должен помочь мне найти мою подругу. Помочь? Ты только что чуть не выбила мне глаз, космоледи. Не знаю, как тебя звать. Вообще-то и я тоже. Они зовут меня Верс. Но мне кажется, есть что-то скрытое от глаз. Не обижайся. Думаю, можешь звать меня... Капитан Марвел. Черт. Ты капитан. Слушай, у меня были эти... очень странные сны. Такое чувство, что половина вселенной скоро исчезнет. Так просто. Мне нужна твоя помощь, Фьюриус. Времени мало. Я Фьюри. И тебе нужно переодеться. Да. А тебе нужно подстричься. Ты повязка. Может, у тебя есть корабль. А у меня есть итальянский спорткар. Класс. Что за хрень? Что ж, куда мы едем? 29-9-5-1-1 широты, 90-0-7-1-5 долготы. Круто. Ну вот. Это GPS. А это... Завтрак. Черт. Я знал, что что-то забыл. А вот это вкусный бургер. Место называется Новый Орлеан. Что? Орлеан? Ты совсем, что ли, из ума выжила? Это полторы тысячи километров. Не страшно, Фьюриус. Я сделаю поездку приятной. Я сделаю поездку приятной. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот и ты. Видимо, оральный секс подтолкнул твою память. Знаю, что ты думаешь. Где проигрыватель? Почему не играет Кам Эз Ю А Нирваны? Что ж, детка? Просто в 90-м всем наплевать на винил. А именно тогда ты и покинула Землю. И Кам Эз Ю А вышла в 91-м, так что ты не должна знать об этой песне. Вообще-то, я думала, почему меня переодели в третьем акте. Да. Ну? Фанаты с ума сошли, когда появились фото Бри Ларсон в греческой тоге. То есть, не знаю, в цвете ли дело, или в её плоской заднице. Но поверь, мы много переснимали, так что притворись, что этот костюм должен был появиться. Это не мейнстримное кино, и я не Бри Ларсон. Ладно. Зелёный костюм просто жутко смотрится с этим фоном. Счастливо? Да. Это логично. Но кто ты такая? Ты должна быть похожа на того, кем я восхищаюсь. Или... Желаю? Слушай, без обид. Ты миленькая, но... Я-то люблю члены. Серьёзно? Другое дело. Что за хрень, детка? Прости, я на секундочку отключилась. Всё хорошо? Вроде бы. Ты к нам сюда? Да. Нам однозначно сюда. Класс. Мне очень нужно вздремнуть. И биде. Чего? Ну, биде. Французский. Мыть задницу. Эй, знаешь, как во Франции называют бургер с сыром? Простите, мэм. Мы хотели попросить у вас... Да чтоб тебя! Господи, Иисусе! Сколько раз вы будете приходить сюда и донимать меня? Я не хочу говорить о Боге. Я всё время делаю переливание крови. Так что катитесь к чёрту. Уверена, вы часто это слышите, поэтому, наверное, и думайте, что чертей нет. Полегче-ка. Мы не свидетели Иеговы, честно. Я капитан Звёздного флота с амнезией, и у меня странные сны про секс в этом месте. Ладно. Что ж, входите. Ого. Мне кажется, что я вспомнила эту фотографию. Серьёзно? Ну, а вот это ты помнишь? А ты... Точно не Мария Рэмбо? Как я уже говорила, Мария – моя мама. Она мертва. А я Моника. Мо-ни-ка. Чёрт. Так мои вопросы останутся без ответов. Кто я? Почему мой позывной Мстительница? Ведь в комиксах он был Чизбургер. И... У меня разве не должно быть бостонского акцента? У меня есть парочка ответов. Пойдём, выйдём. Слушай, кое-чего я тебе не сказала. Правда? Ты и все остальные... Тайны. Тайны. Ложь. Координаты. Прямо в моей голове. Я так нахрен от этого устала. Постой. Слушай. Нет, ты послушай. Знаешь, каково это – быть отвергнутой своим видом? Потому что ты другая. Чувство, что не справляешься. Потому что тебе не сравнится с идеальной версией себя, которую они выдумали. Меня используют. Мне лгут. Обманывают. И не знаю зачем. Посмотри. У меня нет памяти. Нет цели. Нет эмоций. Извини, Моника. Надеюсь, ты не узнаешь, каково это. Ты что... Ты что, плачешь? Да, я плачу, чёрт возьми. И кричу тоже. Как ещё мне попасть в номинацию «Лучшая актриса»? Да? Ну, в общем... Я была лейтенантом в патруле Нового Орлеана и капитаном грузового корабля. Была авария. Я подверглась внеземному излучению. В результате я могу превращать своё тело в энергию. Так... К чему ты это? Ты, типа что, супергерой? Чёрт возьми, да. Меня зовут... Капитан Марвел. Кажется, у нас появилась проблема. Я капитан Марвел. Да ты, блин, что, издеваешься? Да? Нет. Но, эй, фигня какая-то выходит. Может, ты сменишь имя на что-то... глупое, чтобы мы могли сосуществовать, пока они неизбежно не спишут тебя? Может быть, что-то типа... фотон? Стой, я... Я придумала. Пульсар? Спектрум? Слышь, ты! Я не сменю имя. Может, придумаешь себе какое-нибудь имя, типа... Валькирия? Бинари? У меня мысль получше. Может, затрахаем друг дружку до полусмерти? Так, кто кончит первый, сменит своё имя. Ты уверена, что этого хочешь? Они звали меня Капитан Марвел из-за языка. Я творю чудеса с клиторами. Что ж, Шазам, покажи мне. Да чтоб тебя. Мы ехали всю дорогу, чтобы ты потрахалась. Так ты стоял тут всё это время и не присоединился? А ты совсем тупой. Ладно, ладно. Буду фотон. Умница. Но меня не будут списывать. Сильная, чёрная, независимая женщина останется. Что за чёрт? Да чтоб тебя! Стоп! Нет, снаппер! Нужно найти способ всё исправить. Ладно, у Супермена вышло. Ну что же, начнём. Ух ты! Киска, киска, киска. Смотрите. Маленький пушистичек-пушистик. Ты такой миленький пушистик. А, да ты самый миленький пушистик на свете. Глядите. Что за милая киска? Это не киска. Началось. Типичные шутки про кисок. Теперь что, запрыгнем на акулу и вырежем из дерева ракету? Это флюкан. Чего? Что за хрень? Я же сказала. А ты-то вообще кто? Кэрол Денверс. Но ты можешь звать меня капитан Марвел. Он не готов. Боже, нет. Снова ты. Костюм класс. Ты у нас. Меня зовут Джен Грей. Можешь звать меня Феникс. Мутант омега уровня, телекинез, телепатия. Я одна из людей Икс. Мы давно пытаемся его завербовать. Знаешь, пока он не взорвал вселенную Марвел. Что стряслось? Язык проглотила. Она говорит телепатически, придурок. Да, да. Да наплевать. Слушай. Думаешь, я хочу стать борцом с преступностью, работать с кучкой психов? С этим лысым чертом, похожим на капитана Конга. Ты сильно ошибаешься. Я собираюсь снять свое порно. Постой. Вот так. Да, мечтай. Тупица. То есть, он так бесит. Но я не против потренироваться. Рыжие. А рыжие очень сексуальны. Слышала. Черт. Не стоит смущаться. Если ты с ним поможешь, я покажу тебе секс Феникса. Что это? И что с этим парнем? Он что, будет болтать, если мы им займемся? Да, игнорируй. Член не помешает. Это факт. А это новый проект. Снято. Прекрасно, потрясающе. Супер. Слушай, а мы с девочками потом останемся наедине. Да, маэстро. Да. Ладно. Доброй ночи. Дэдпул, котенок, ты был прекрасен. Да, Мэл, у вас огромный потенциал. Но вам нужен наставник. Ваш помощник. Тот, кто приведет вас к звездной вершине. И за небольшую плато я могу помочь. Ясно? Знаете, помню, как в 60-х мы работали с Брандо. Я сказал, Марлон, сделаю тебя звездой. А он... Господи боже, он такой мерзкий. И мы работали с ним, а потом я работал со Спинелли. Чтоб я лопнул. Класс. Ну ладно. Думаю, что я обрела силу. И знаете что? Время надирать всем задницы. Типа, как там было в конце Тора и Рагнарёка. А, неважно. Мне нужно убить снайпера, пока он не распылил вас. Увидимся в сиквеле. Капитан Марвел ушла. Пока. У меня есть идея. Пойдём, посмотришь нашу школу. Мне так кажется, ты полюбишь рок. Ладно. Думаю, это начало прекрасной дружбы. Субтитры сделал DimaTorzok